Всем привет! Новая неделя, новая тема, новый отдел анатомии. Ну и вот мы с вами рассказали про опорно-двигательный аппарат, да уже, и как раз-таки переходим с вами к другим соединительным тканям. И вот сегодня мы с вами расскажем про кровь. Итак, то, что касается крови в принципе. У многих из вас, скорее всего, есть свои истории про то, как кто-то боится крови, кто-то не боится крови. У кого-то, не знаю, были большие порезы, у них не замечал. У кого-то, может быть, были какие-то еще более страшные вещи. Ну, короче говоря, у каждого из вас может быть какие-то различные штуки с кровью связанные. Что вам из крови нужно знать в ЕГЭ? Итак, для начала. Внутреннюю среду организма образует не только кровь, но еще лимфа и тканевая жидкость. Итак, что про них нужно вам знать? Они связаны друг с другом. Причем, каком-каким способом. Кровь, ее примерно у вас 3-4 литра в организме, не так уж ее и много. И кровь, она является главной транспортной веткой вашего организма. Из крови все поступает в тканевую жидкость. То есть, так как именно, скажем так, именно кровь является транспортной системой вашего организма, то в тканевую жидкость все из крови и поступает. Тканевая жидкость это та жидкость, которая омывает ваши органы. Итак, что поступает из крови в тканевую жидкость? Поступает сюда кислород, сюда поступают питательные вещества, а также некоторые белки. Клетки крови не могут пройти сквозь стенки капилляров, которые находятся в тканевой жидкости. То есть, вот кровь до капилляров органов доходит, и здесь из крови все поступает в тканевую жидкость. Обратно из тканевой жидкости в кровь возвращаются СО2, какие-то определенные части воды. Ну и вот некоторые продукты обмена. Так, из ткан... Но, если вот сколько тканевой жидкости? Да, кстати, в вашем организме примерно 11 литров тканевой жидкости. 11 литров, представьте себе. То есть, почему мы говорим, что мы на 70% состоим из воды? Потому что тканевой жидкости в принципе много. Тканевая жидкость это та самая жидкость, которая делает ваши органы как бы мокрыми. Но ведь из них вот взять печень и выжать из нее какие-то воду нельзя. Вот это как раз таки тканевая жидкость. Жидкость, которая омывает клетки вашего организма. Какими бы ни были мелкие капилляры, они не могут дойти до каждой клетки вашего органа какого-либо. И поэтому все доходит до этого органа с помощью тканевой жидкости. Что делается в тканях? То есть, в тканях они забирают какой-то углекислый газ, обратно образуют СО2 и все это возвращается обратно в кровь. То есть, вот идет какой-то обмен. Но он идет не, скажем так, не постоянно. Если вдруг вы, ваш организм, выпили слишком много воды, то слишком много воды поступило в тканевую жидкость. И далеко не вся вода возвращается обратно в кровь. Получается, в тканевой жидкости, вот в вашем организме, в тканях, начинает эта вода накапливаться. Как убрать излишки воды? Излишки воды попадают в лимфу. Да, кстати, в кровь можно сказать, что она как раз таки имеет клетки определенные. Ну и плюс плазму. Тканевая жидкость в основном представляет собой плазму крови. Ну то есть, состав тканевой жидкости очень напоминает состав плазмы. Так, ну вот и в лимфа она имеет опять же клетки. Получается клетки плюс остатки тканевой жидкости. Так, в лимфу попадают из тканевой жидкости, конечно же, избытки воды. И часто продукты метаболизма. Ну, продукты обмена, да, то есть продукты метаболизма. Вот, чаще всего, все-таки метаболизм идет не здесь и сейчас, не так быстро. Поэтому продукты метаболизма часто всего, чаще всего сюда отправляются. Ну, например, такая же вещь, как мочевина там и все остальное. Вот лимфа, это очень медленно текущая ткань, мы про нее еще скажем. И обратно она попадает в кровь. Возвращает тканевую жидкость в кровь. Одна из функций лимфы именно такая. Причем впадает она в вены. Ну, в принципе, вот все. То есть, ваша внутренняя среда организма состоит из трех жидкостей, не только из крови. Да, кстати, лимфу тоже в вашем организме примерно 3-4 литра. Да, это же сколько в вашем организме жидкости-то одновременно, да? То есть, если 4, 4 и 11, сколько это? Почти 20 литров, 19 литров внутри вас только воды. То есть, свободной воды, которая реально циркулирует. Если у вас сколько? 60 килограммов веса живого. Ну, я про мужчин сейчас считаю, да? Получается, одна треть это чистая вода. Не говоря уже о том, какая вода там образована какими-то метаболическими путями. Все. В целом, я сейчас как раз-таки вам обозначил картинку, по которой мы с вами пойдем. И теперь мы каждую из них будем говорить. Итак, тканевая жидкость. Тканевая жидкость образуется из плазмы крови. При фильтрации. Ну, не фильтрации. Вот так напишем. При прохождении через капилляр. При прохождении через капилляр. Ну, вот, собственно, капилляр. Вот. Ну, и вот из него, через его одноклеточные стенки сюда проходит только какая-то вода. Далее идут какие-то клетки и все собирается в лимфу. То есть, тканевая жидкость как раз-таки образует, вот ее функция, она образует среду для метаболизма клеток. То есть, здесь происходят различные обменные процессы. И поэтому в составе тканевой жидкости все-таки немножко меняется она по сравнению с плазмой крови. Что в ней, конечно же, есть. То есть, из чего она состоит? Она состоит из воды, некоторых солей. Она, кстати, образуется за счет астматического давления, которое выталкивает его из кровяного русла, именно внутрь органа. Поэтому важно, чтобы внутри вашего организма все-таки было не так уж много соли. Да, то есть, поэтому соли много потреблять нельзя. У нас, на самом деле, в стране проблема с потреблением соленых продуктов. Ну, все вы прекрасно кушаете чипсики, сухарики и все остальное. Да, сейчас какая-нибудь, скажем так, условная Даша, которая кушает чипсы, аж поперхнулась, да? Вот. Ну, ладно. Короче говоря, соленое кушать нельзя только из-за того, что вот эта соль мешает из вашей крови поступить вещества внутрь вашего организма. Получается, в вашем организме вода просто циркулирует по вашим капиллярам и не поступает в тканевую жидкость. По этой причине солей все-таки нужно не так уж и много. Из-за того, что солей в вашем организме становится больше, вы начинаете больше пить. Вот и все. Ну, а больше пить вам, если вы больше пьете, больше воды задержится в организме, больше тканевой жидкости, больше напор на глифатическую систему. Короче говоря, проблем из этого может получиться очень много. Поэтому меньше специй и меньше соли. Соленая рыбка вообще вещь, которую можно кушать где-то, ну, раз в месяц, наверное, да? То есть, если так официально. Ну, с одной стороны, скоро Новый год, как раз-таки хочется что-нибудь подобное пожрать, да? Ну, ладно. Не суть. Состоит из воды, солей. Также здесь есть питательные вещества, конечно же, всякие белки, аминокислоты и, самое главное, продукты обмена. Своих клеток тканевая жидкость не имеет. Поэтому ее называют тканевой жидкостью, да? То есть, она не является полноправной тканью. Она всего лишь обменный перевалочный продукт. Вот так вот. Ну, и что вам нужно сказать? То, что избытки, избыток тканевой жидкости отправляется куда? Попадает. Ну, не попадает, а собирается. Вот так напишем лучше. Собирается. Куда? В лимфатический капилляр. В лимфокапилляр. Ну, вот, собственно, этот лимфокапилляр, вот, собственно, и есть, да? То есть, ну, понятно дело, продвижение сюда, потом в клеточку, из клеточки, и вот, в конце концов, здесь все собирается. Внутри тканевой жидкости невероятно медленный поток воды. Очень медленный. Именно поэтому в вашем организме всегда есть какой-то запас кислорода внутри вашего тела, внутри ваших мышц, да, кстати, ладно, вот, внутри ваших мышц еще больше кислорода накапливается за счет миоглобина, вот. Ну, короче говоря, внутри вашего тела всегда есть какой-то определенный запас кислорода, и поэтому первое время, когда вы начинаете бежать, ничего страшного не происходит, да? Потому что, как бы, вы не начинаете сразу задыхаться, сначала у вас, в принципе, кислорода вполне хватает, потому что внутри тканевой жидкости какой-то растворенный кислород есть. А потом, вот, как раз-таки он кончается, и его доставка через кровь начинает, ну, что называется, приходить не сразу. Именно поэтому у вас начинает биться быстрее сердце и так далее. Ну, все, понятненько. На самом деле, вот, скажем так, какое есть нарушение работы тканевой жидкости? Вот, если тканевая жидкость не выходит из вашего организма, из вашей ткани обратно на лимфатическую систему, то происходят отеки. Ну, вот, если у кого-нибудь мама была беременна братиком или сестренкой, во время беременности можно было наблюдать, как ее ноги очень сильно распухают и отекают. И вот, в принципе, на семинаре вы мне объясните, почему. Теперь, что касается лимфы. Итак, лимфатическая система считается отдельной системой нашего организма. Она довольно необычно сложена, да, то есть она довольно странная, необычная такая. Что нужно сказать, да, то есть лимфа состоит из остатков тканевой жидкости. Тканевой жидкости. А также здесь еще есть, как сказать-то, лимфоциты. Лимфоциты. А что такое лимфоциты? Лимфоциты это особые клетки нашей как раз-таки лимфы. Поэтому лимфу часто называют, ну, она не то, что часто, она является одной из тканей. Потому что в состав ткани всегда есть какие-то клетки входят. Вот они подциркулируют эти лимфоциты только внутри вашей лимфы. Ну, то есть они попадают еще также в кровь. Но являются одним из видов лейкоцитов. Иными словами они обеспечивают вашу иммунную систему. Так, если говорить про ваши вот как раз-таки лимфатические сосуды и как все это работает. Ну вот, пожалуйста, из клеток, конечные продукты антагонизма, метаболизма. Какие-то патогены, которые есть внутри тканей. То есть, предположим, у вас какой-нибудь организм, в какой-то части организма начинаются какие-то процессы, не знаю, гноения или что-то еще. Что происходит здесь? Все вот эти вот патогены, все остальное собирается, попадает в лимфатический капилляр. Далее идут лимфатические сосуды. Да, вот лимфатический сосуд имеет тонкую стенку. Имеет тонкую стенку. Ключевое, в нем нет мышц. Так, а раз нет мышц, то движение по этой трубе может идти как вверх, так и вниз. Как обеспечить движение только в одну сторону, только вверх? Конечно же, с помощью клапанов. Поэтому есть полувунные клапаны. Эти клапаны обеспечивают восходящий поток кубилимфы. Ну, можно написать, как раз таки для восходящего потока. То есть, если вдруг лимфа захочет двинуться назад, то она начинает давить на эти клапаны, и вся конструкция закрывается, и не проходит лимфа ниже. Если нет мышц, тогда как движется лимфа снизу вверх? Конечно же, она движется с помощью сокращения мышц, сокращения скелетных мышц. Для того, чтобы вот эти мышцы... Ну, в основном, кстати, ваша лимфа движется по центральному протоку. Мы сейчас как раз таки покажу, где он находится. И вот этот вот центральный проток проходит сзади, вдоль позвоночника, и возвращается обратно к сердцу. То есть, с ваших ног поднимается, заходит до сердца. И что здесь? В основном, как раз таки, движение лимфы внутри ваших сосудов происходит за счет диафрагмы. То есть, каждый раз, когда у вас происходит вдох или выдох, диафрагма поднимается или опускается, и вот с помощью этого происходит как раз таки поток лимфы в одну сторону. Получается, чем больше вы двигаетесь, тем быстрее лимфа двигается по вашему организму. Застоя жидкости не происходит. Вот так. Ну и теперь. Также еще тут нужно сказать вот о чем. Среди лимфатических сосудов есть лимфатические узлы. Лимфоузлы. Эти самые лимфоузлы являются природными фильтрами. Фильтры плазмы. Зачем нужно все это дело фильтровать? Потому что там есть патогены, там есть какие-то конечные продукты, ну продукты ватные, они дальше обратно в кровь вернутся, могут быть какие-то токсины. Вот лимфоузлы, в них происходит фильтрация плазмы от токсинов и всего остального. Знаете, вот чем-то напоминает такую дорогу, а вот именно лимфоузлы являются таким перекрестком, в который все заходит, фильтруется и выходит дальше. Вот внутри лимфоатических сосудов находится лимфоидная ткань, о которой я в принципе вам говорил, да, то есть когда разбирали мы все типы тканей, и вот эта лимфоидная ткань фактически является своего рода, не просто фильтром, да, а местом боевых действий. Именно в лимфоидной ткани чаще всего происходит досмотр личных вещей этой плазмы, и оттуда вытаскиваются все те плохие вещи, которые в этой плазме есть. В основном как раз таки проверяются, ну вообще эта плазма на предмет ношения патогенов, чтобы патогены быстренько отжать, убить, и обезопасить организм от в принципе действия. Если так взять, то у лимфы есть две функции. Вот две функции. Первая функция это возвращение тканевой жидкости в кровь. Возвращение тканевой жидкости обратно в кровь. А также вторая функция, которая собственно у них есть, это иммунная. По-другому не скажешь, иммунная. То есть наш иммунитет как раз таки завязан на лимфатической системе. Лимфатическая система это первая линия обороты вашего иммунитета. Если она справляется, то в принципе вы можете болезнь даже и не почувствовать. Да, вот так вот. То есть на самом деле с лимфой все вот таким образом. Теперь если говорить про лимфатическую систему в целом, то она состоит из сосудов, которые разбросаны вдоль всего вашего организма, сосудов, по которым все эти, ну вся эта жидкость проходит обратно, ну и конечно же вот грудного лимфатического протока. Грудной лимфатический проток это центральная такая артерия, можно сказать в кавычках артерия вашей лимфатической системы. Именно по ней вся лимфа собирается и отправляется куда впадают, то есть вот впадает лимфа в полу и вены. Да, кстати, вот вам вопрос. А как думаете, а почему именно в полу и вены? Почему она не впадает в артерии? Почему она просто не впадает в сердце? Почему именно вот в полу и вены? Почему именно только в самом конце пути крови по нашему организму она впадает? Ну это вам вопрос в принципе на будущее, на семинар. То есть на семинаре я вас как раз спрошу, как так вышло. Ну и будем фактически вместе с вами рассматривать вот этот вот вопрос, вот этот вот момент с точки зрения, не то чтобы практики, да. В конце узнаете. То есть вот на самом деле подсказку в конце сегодняшнего нашего занятия будет у вас подсказка, почему именно лимфатическую, почему именно в полу и вены все это впадает. Так, в целом знаем, да. То есть если вы вдруг заболели, то что делает ваша мама? То есть вот вы подходите, что-то кашляете, говорите маму. Мам, что-то у меня горло болит. Что она делает? Хватает и что-то щупает. Что она щупает? Она щупает лимфатические ваши сосуды, ой, лимфатические ваши узлы. Вокруг вашего горла, вот в этом месте, находится так называемое кольцо пирогово. Кольцо пирогово это как раз таки 6 лимфатических сосудов, ой, 6 лимфатических узлов, которые охраняют вашу носоглотку и вашу, ну, вашу носоглотку, да. То есть именно то место, через которое фактически все вещества и всякая бяка проходит через ваш организм внутрь. То есть если вдруг вы вдохнули какой-нибудь вирус, какой-нибудь патоген и так далее, то первым делом он пойдет именно туда. И здесь начинается театр боевых действий, за счет чего происходит какая-то пробка, да, то есть из лимфы при досмотре. Да, то есть это все равно, что если в какой-нибудь дороге вот едет досмотр грузового транспорта, то там, конечно же, будут многокилометровые пробки. Вот здесь то же самое. Поэтому лимфатический сосуд начинает расширяться до безумно больших размеров. Ну, иногда, да, довольно-таки маленьких, но вот в моей жизни, помню, как-то я переболел мононуклеозом, и вот у меня лимфатические узлы как раз таки вот этой части были настолько большими, что мне было поворачивать голову тяжело. Я вам, в принципе, на семинаре покажу, как выглядит ужасно распухший лимфатический узел и расскажу про то, как это заслужить, как это, в принципе, может быть с вашим организмом. Ну, все. Ясненько то, что касается лимфатической системы, вроде бы все рассказали. То, из чего она, в принципе, состоит. Лимфатическая ткань является также соединительной тканью, так же, как и кровь наша с вами. Ну, и она, в принципе, выполняет, не выполняет, а образуется из той же самой мезодермы, из которой образуется и кровь сама. Так. Ну, и последнее. Сукровица. Никому слух не режет слово сукровица. Потому что я всю жизнь думал, что правильно говорит слово сукровица. Но сукровица. Вот так вот. Сукровица это и есть лимфа. То есть, когда вы сделали ранку небольшую, у вас может течь кровь, а может течь какая-то такая желтенькая, прозрачная, желтоватая жидкость. Да. То есть, это как раз-таки есть лимфа. Когда она течет из вашей раны, она называется сукровица. Так. Ну, все. В целом, вроде бы все рассказали. Лимфатические сосуды, лимфатические узлы, лимфоидная ткань. Все рассказали. Теперь давайте дальше. Кровь. Сама кровь, на самом деле, невероятно сложное вещество по строению. Она вроде бы жидкая, а вроде бы не жидкая. Вот так вот. Довольно необычная ткань. Ну и что про нее нужно сказать? Вообще, в принципе, кровь это жидкая наша ткань, которая состоит из плазмы крови и форменных элементов. Форменных элементов, ну, меньше половины, да, то есть порядка 40-45%, ну и плазма 55-60%. Если говорить про плазму, то в состав плазмы крови входит вода, а также растворенные вещества. Среди растворенных веществ, опять же, наибольшее количество имеет белки, а также другие органические вещества. То есть, другие органические вещества, это какие-то у нас питательные вещества. Так, глюкоза, аминокислоты и так далее. Всего лишь 2% от всей плазмы крови. То есть, 2% от всей крови это питательные вещества, только 2%. Все остальное это немножко другое, так. Ну, 1% это неорганические соли, то есть, это вот как раз-таки натрий, хлор и все остальные штуки, которые создают, в принципе, буферность системы как раз-таки нашей крови. Вот эти белки, которые есть в плазме, что к ним относятся? Да, кстати, первый момент, что я тоже хотел сказать. С помощью какого метода можно исследовать кровь? Первый метод микроскопии. Просто вы берете и смотрите кровь под микроскопом, видите там вот такие различные клеточки. А второй метод это центрифугирование. Напоминаю, центрифугирование. Центрифугирование. И центрифугирование делит вашу кровь на несколько частей. Выпадают в осадок, как бы, ну вот вниз уходят ваши форменные элементы, а выше остается плазма. Каждый раз, когда вашу кровь вот так вот суют в центрифугу и она крутится, она на самом деле делится на две части. Ну и дальше вот как раз-таки смотрим, плазма делится на сыворотку, ну и какие-то твердые тела, в данном случае, например, фибрид. Один из белков свертываемости крови, о котором мы поговорим, в принципе, в следующий раз. Так, в целом все, да, то есть то, что нужно знать про состав крови. Ничего сложненького здесь вот нет совсем. В состав крови также входят три вида клеток. Лейкоциты, эритроциты, тромбоциты. Давайте теперь про них скажем. Да, кстати, тоже момент, который нужно сказать. Образуется кровь в красном костном мозге. Мы уже об этом знаем. В красном костном мозге. Причем в красном костном мозге она образуется из тканей, которые являются у нас, как она называется, стволовыми клетками. Из стволовых клеток. Ну вот если кто-то хочет там вазить по олимпиадам, что-то еще интересное прочитать, рассказать нам на семинаре про это, то, в принципе, прочитайте гемопоэтическая клетка. Гемопоэтическая клетка. Гемопоэс. Ну просто бейте гемопоэс, почитайте. В принципе, узнаете одну из тех тем, о которой вы будете говорить в университете. Причем она будет довольно сложной. Так, теперь дальше. Утилизируется кровь. Утилизируется. Ну и запасается. Утилизируется и запасается кровь где? В селезенке. И печени. В печени и селезенке. Все. В целом это как раз таки то, что нам нужно знать про состав крови. Теперь давайте про отдельные клеточки. Но на данной картинке как раз таки показаны все вот эти вот части. То есть есть эритроцит, лейкоцит и тромбоцит. Итак, давайте теперь по порядку. Эритроцит. Что про эритроциты нужно сказать? Их 5 миллионов на 1 кубический, ну на 1 миллилитр. 5 миллионов. Если говорить про лейкоцитов, то 5 тысяч на 1 миллилитр. На самом деле гораздо меньше. Ну про тромбоциты честно не помню. Про тромбоциты не помню, но вас и не спросят. Обычно как раз таки спрашивают про эритроциты и лейкоциты. Обычно про них спрашивают, то сколько их там на, какова их концентрация. Эритроцит имеет форму двояко вогнутого диска. Двояко вогнутый диск. У этого диска нет ядра. То есть он высокоспециализированная клетка. Все те клетки, которые теряют ядра, имеют очень высокую специализацию. Просто фантастическую специализацию. Почему? Потому что эритроцит может выполнять только одну функцию. То есть какова функция? Функция эритроцита заключается в переносе гадов. В основном кислорода. СО2 тоже может переноситься, но в очень маленьком количестве. В основном СО2 переносится плазмой крови. Про это мы с вами еще поговорим. Почему так происходит? На самом деле важный момент, почему как раз таки так все переносится. Так, значится двояко вогнутый диск, нет ядра, перенос газов и вот все такое. Так, хорошо. Теперь давайте дальше. Что внутри есть эритроцит? За счет чего происходит вот этот вот перенос газов? За счет гемоглобина. Гемоглобин придает ей красную окраску. Поэтому эритроцит называют красное кровяное тельце. Красное кровяное тельце. Вот так. Все. В целом как раз таки эритроциты вот такие вот. Ничего сложненького здесь нет. Лейкоциты. Это их, в принципе, да, кстати, эритроциты тоже не сказал. Постоянная форма клетки. Постоянная форма. То есть она не способна менять свою форму. Такая какая есть, такая будет до конца. Лейкоциты. Их меньше. Они имеют форму шара, но имеют непостоянную форму. То есть шар, давайте, какой шар, светлый, белый. Отсюда название белое кровяное тельце. Имеют ядро. Но это ядро довольно необычное. Оно, как говорят, фрагментированное. Фрагментированное. А, большое какое слово-то. Так, фрагментированное. То есть что это означает? Лейкоцит у нас как бы вот такой вот. И вот ядро внутри него, вот оно как бы поделено на части. То есть вот такое вот. Вот. То есть это вот как раз таки одно ядро. Просто оно фрагментировано. То есть оно разделено вот на такие части. Так, на поверхности имеются вот тот самый гликокаликс. И фактически он является рецепторами. То есть эти рецепторы являются антигенами. Вот. С помощью них лейкоцит узнает свою мишень, которую хочет сожрать или убить. Но в целом, если он хочет это сожрать, то, соответственно, лейкоциты это чуть ли не единственные клетки крови, которые способны к фагоцитозу. Из-за того, что у них есть фагоцитоз, значит неправильная форма. Неправильная форма клетки. Ну, это тоже неправильная. Непостоянная. Чего я написал? Непостоянная. Непостоянная форма клетки. Так, ну все. Это, в принципе, понятника. То есть то, что у нас есть фагоцитоз, клетки не имеют непостоянную форму тела. Ну, функция, да. Функция, понятное дело, иммунная. Причем, если есть функция иммунная, то, соответственно, еще наш лейкоцит способен производить антитела. Производство антитела. Именно антитела, это те самые белки, которые образуются внутри лейкоцитов. Это вот как раз то, что нам нужно. Хорошо. Все. С эритроцитами понятно, с лейкоцитами понятно. Теперь тромбоциты. Итак, тромбоциты. Их меньше, да. И они имеют неправильную форму. Неправильная звездчатая форма. При этом, эта форма постоянно. То есть, они как бы не меняют свою форму, как лейкоциты, не способны туда-сюда как-то мелькать. Нет ядра. Но это тоже логично. Потому что клетка, на самом деле, гораздо меньше, чем как раз таки другие наши клетки крови. Их иногда называют мелкие кровяные тельца. Мелкие. Что еще нужно сказать, в принципе, да. То есть, ну, про тромбоциты здесь, в принципе, кратко, да. То есть, в чем их функция. Функция это свертываемость крови. И белки, которые содержит она, это тромбопластин. Который активирует целый каскад реакций. Вот, целый каскад реакций, который приводит к тому, что кровь сворачивается. Так, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Вроде бы, все рассказал я про них. В принципе, функцию сказал. Какой белок тоже сказал. В целом, это клетки крови. Это были клетки крови. Ничего с ними сверхъестественного нет. Хотя вам очень часто в ДГ вот это все противопоставляют друг другу. Так, в целом, все. На сегодня все. Значит, про лимфу. Вопрос так, как вопросом и остается. Я, получается, да, перенес свою тему по поводу артерий и вен на следующее занятие. Ну, давайте так. Попробуйте сами решить, почему лимфа впадает внутрь наших вен, наших полых вен, а не внутрь аорты. Вот так вот. Я думаю, в голове у вас уже, в принципе, какой-то такой план имеется. Все. В принципе, первое занятие по крови мы закончили. В следующий раз поговорим с вами про свойства крови. Ну, и, в принципе, завершим все нашим сердцебиением и работой сердца. Все, в принципе, на сегодня все. Спасибо за внимание.